Она ведь будет жить? Робко спросила женщину у ветеринара. Будет, но не больше нескольких часов, вынес свой вердикт врач. Услышав эти слова, собака с трудом подняла голову и посмотрела на людей, в ее взгляде читалась боль и беспомощность, вскоре из них покатились слезы. Она была еще молода и почти не жила, а ей уже вынесли смертельный вердикт. Мы не сдались, тем более, что и сама цыганочка не собиралась расставаться с жизнью так просто. Собака боролась за каждую минуту, за каждый час своей жизни. Дважды она была на грани, но нам удавалось вовремя найти для нее доноров. Ветеринары прилагали все усилия, но никак не могли установить диагноз, а значит, лечили симптомы, а не саму болезнь, которая никак не получалась идентифицировать. Пару раз, я собиралась везти цыганочку в клинику в столице, но она была слишком слаба и нестабильна, ветеринары опасались, что дорога будет для нее фатальной. Когда цыганочка стала настолько стабильной, чтобы выдержать дорогу, мы все же смогли отвезти ее в Москву. К этому моменту она все еще очень мало еда, и ей не хватало сил, чтобы встать на лапы. В московской клинике собаку приняли с распростертыми объятиями, сразу же был созван консилиум, понять, что стало причиной болезни удалось не сразу, но в конце концов диагноз был установлен. Цыганочка отлично вела себя в клинике, со временем она начала доверять Оле, куратору, которая навещает ее и других наших подопечных, которые лечатся в Москве. Девочка привязалась и к сотрудникам клиники. Всего за месяц лечение принесло отличные результаты, врачи смогли вырвать цыганочку из зла смерти, она практически вернулась к полноценной жизни. Лечение еще не окончено, но врачи уверены, что цыганочка будет жить. Пока она не проявляет особой активности, но постепенно привыкает к нормальной жизни, учится гулять на поводке и социализируется. Чтобы собака быстрее привыкала к людям, управляющий клиники поселил ее в своем кабинете, где ей гораздо интереснее и веселее, чем в закрытой клетке.